Вопрос 1220. 1 Коринфянам 6.3. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Ангелов божьих или демонов? Отвечает Игнатий Лавкин. О том, что ангелом называется духовное существо, как ангел-хранитель, знают все. Матфея 18.10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. О том, что демоны, бесы, нечистая сила, духи зла тоже называются ангелами, но только с маленькой буквы знают не все. Послание Иуда 1.6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узок под мраком на суд Великого Дня. То, что сам Христос называется ангелом, знают единицы даже из священников. Малахи 3.1. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». А о том, что Священное Писание называет верующих с высоким положением в церкви ангелами, этого почти никто не знает, даже баптисты. 1 Коринфянам 4.9. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделали позорчим для мира, для ангелов и человека». Здесь под словом «ангел» понимаются знатные, почитаемые, уважаемые верующие. В конкретном случае здесь мы можем понимать под словом «ангел» нечистых духов, или духовных вождей, павших, как звезды с неба. Откровение 3.14. «И ангелу Лаудикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божьей». Субтитры создавал DimaTorzok